здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и находимся мы с вами вот в такой в такой день когда что называется лето закончилось и начинается осень и осень начиная со стремительными событиями их сразу несколько сентябрь очень богат на всевозможные мероприятия и события которые проходят городском округе люберцы и все это мы будем обсуждать сегодня с председателем совета депутатов городского округа люберцы владимиром петровичем ружицким здравствуй владимир петрович как лето то прошло депутаты же говорят работают круглосуточно и круглогодично лето прошло быстро я бы сказал почти незаметно если так вот оглянуться на лето но а если так скажем уже более рассудительно и скажем посмотреть что было то понятно что все таки весна замечательно она какое-то время длилась потом понятно лето лето всегда это некие такие такой период где идет интенсивная подготовка всего хозяйства городского к предстоящей зиме к учебному году ремонт дорог благоустройства поэтому лето всегда насыщена самыми разными событиями с точки зрения работ но а самое главное для людей для жителей лето это пара отпусков летних каникул поэтому здесь все в куче здесь и здесь и отдых здесь и работа здесь и нагрузка лето по-своему хорошо и и есть такой недостаток один она быстро уходит поэтому приходит медленно а уходит быстро да потом я не могу что-то лето было таким кита жарким теплым все-таки лето было немножечко мне кажется даже прохладным не так много было дней где было солнечно на самом деле можно было скажем наслаждаться солнечными днями но для работы то это хорош для работы да значит кто хотел отдыхать надо было куда-то южнее ехать поэтому а зона замечательно все таки мы же здесь у нас и лес и он скажем и и хвоя и лиственные многие же имеются имеют дачу об этом есть возможно даче что-то плюс парки у нас за работу в этом году что касается парков в этом плане идет и развитие отдельно что касается парков парковых зон благоустройства территорий поэтому у нас есть где отдохнуть было бы только время и желание поэтому я цель что живем таком очень красиво уголке а потому что я думаю что многие где-то бывали за рубежами мы поездили поэтому я бы за ней был даже поешь условно горит на юг любители там кто-то в турцию кто-то в египет да но это жара это другой пейзаж значит жизнь другая жизнь совершенно да кто-то наверное любит может быть как более суровый климат какие-то севера нам свое значит более суровая а у нас вот эта средняя полоса россии она у себя все включает здесь и и климат мягкий и зелени много и и природа глаз радуется главное это дом да и дом поэтому нам очень сильно повезло что мы проживаем в таком замечательном уголке тем более москва то столица я думаю не только россии но и москва рядом с люберцами это правда это правда ну и коль мы заговорили о городском округе то конечно же все прекрасно знают что 400-летие о котором так долго говорили год это 400 лет я целый год отмечается так или иначе и события самые разные происходили на самых разных уровнях но как будут глобально 400-летие отмечается опять же сентябре вот что вы по этому поводу скажете как это будет проходить почему именно решили в сентябре проводить дело в том что есть записи исторические вот город люберцы начинал свое как бы свое рождение от нескольких и там изба на реке люберка это люберицы называлась свое время этот как бы поселение значит 1623 годы у первого упоминания и как-то это связано с осенью и как-то исторически это отмечается осенью первые недели сентября и как-то так повелось поэтому я думаю нас есть замечательный краеведческий музей где есть история любериц или либерицы речушка значит вот эти избы деревенские последствия был когда построен храм церкви понятно что раньше было так заведено на руси появляется церковь деревня становится селом и вот это село либерицы люберцы впоследствии это выросло в город и сегодня я совершенно замечательный город я говорю что люберецкий край мы не только оцениваем что есть город люберцы а близлежащие поселки территории это же все развитие это как бы единое пространство для развития и это все развивается поэтому я думаю что где-то в конце 18 века в начале 19 века люберцы очень сильно начали развиваться потому что появился завод сельхозмашин помочь по памяти по моему 1800 там 96 или 7 год старенький старенький да да впоследствии это стал городообразующим предприятием ну а в россии первая железнодорога была построена москва и рязани она прошла через люберцы это дало совершенно другой толчок к развитию потому что наличие транспортного сообщения она как бы дает совершенно другое другое развитие другой импульс для развития поэтому понятно что скажем есть дороги можно было там в те годы там на каких-то телега лужа ли потом образили но железнодорога это дает возможность скажем же для развития неких торговых операций для развития некой промышленности потому что что нужно провести сырье а продукт надо увести вот это же железнодорога дала импульс я уже не говорю о том что в тридцатые годы заводах томского получил развитие а дальше получил развитие все что связано с целым рядом предприятий оборонных сельхозпредприятий промышленных строительных все это получило такой некий бум поэтому я скажу что если уже взять там 70 80-е годы если не касаюсь годы этого войны великой отечественной потому что любят это преферентовая зона была где были госпиталя где было были лечения здесь были развернуты целый ряд предприятий для фронта включая завод ухтомского это все было в развитии но уже 70 80-е годы совершенно другое развитие потому что наличие то что столица москва рядом и наличие все транспортные пути ведут в москву люберцы кстати даже в советские годы люберцы по транспортной доступности занимали первое место московской области потому что наличие железнодороги наличие дорог вот мы говорим ново-рязанское шоссе ну лиза старая рязанка это нынешний октябрьский проспект и так далее все это было в развитии и целый ряд предприятий которые получили скажем активное развитие значит сельхоз машины завод ухтомского не было равных в ссср это один из самых мощных заводов который выпускался на косилке для сельского хозяйства а дальше у нас значит вне бт завод буровых машин завод металлоизделий этой по памяти но мы можем в люберецкую агломерацию включать и наши поселки поэтому там леска зовут полупроводниковых приборов которому ну тоже не было равных это все что связано с полупроводниками с электронной промышленности было тзбп вертолетные заводы даже было два потому что любая промышленность любое промышленное производство развивается при условии есть здесь научно-экспериментальная ношу экспериментальная база так вот любит сочетается родиной вертолеты первый вертолет тридцатые годы взлетел именно в любит значит завод к мова завод миля именно в любит все сегодня вертолеты в россии они были изобретены они были спроектированы они были экспериментально произведены испытаны и получили путевку жизнь на любитской земле это тоже все об этом знают поэтому мы можем этим гордиться но пришли 90-е годы ну это 90-е годы понятно что так жизнь устроена что все меняется поэтому каждое время выдвигает свои требования это каждое время как бы дает какие-то новые технологии каждое время скажем отчет отказывается что некий вызов некий вызов поэтому понятно что мы могли бы рассказывать и сегодня можно об этом и говорить и я все-таки в своей последней природе заводчанин я 22 года на заводе отработал от следствия дарить директора завода и я могу точно сказать что мы говорим добыли заводов томска 15 человек это замечательно да я работал на мазе у нас было 2000 человек и завод экспериментальный был единственный в ссср мы можем этим гордиться что но появилось совершенно новое оборудование появились обрабатывающие центры появились компьютеры сегодня применяется искусственный интеллект поэтому там где раньше работала 10 20 даже 100 человек сегодня заменяет один какой-то станок с каким-то пеналом это скажем это эти станки роботизированы и все один оператор если он уже нет если он нужен поэтому да еще есть безлюдное производство поэтому те предприятия где раньше были тысячи все такие предприятия насчитывают 10 20 человек это это тоже а продукции количество объема эти предприятия выпускают тоже поэтому конечно за это время ушли от ручного труда появилась новая техника и что вот люберцы сегодня с точки зрения вот этого центра ну вот смотрите я скажу так люберцы входят в тройку пятерку территорий городских округов с точки зрения количества малых и средних предприятий индивидуальных предпринимателей потому что в основе люди поэтому вот этот потенциал который которыми говорил который был заложен там нашими предками значит включая там девятнадцатый век двадцатый век восьмидесятые годы все-таки это потенциал ресурс людской он сохранен и вот эти люди которые я оцениваю имеют глубокий корни профессионализма интеллекта интеллектуалов людей в поиске людей которые ищут каким-то образом себя сохранить и развить эти люди создают бизнес создают новые предприятия развивают а наличие то что мы находимся в центре россии стал где столица москва это дает огромные возможности поэтому все пути ведут в москву и из москвы поэтому наши люди находят значит решение создают бизнес его мы уходим в тройку пятерку самых крупных территорий по созданию крупно среднего бизнеса нас это развитие ну а сегодня мы сохранили вот эту будем говорить значит изюминку вертолютостроение потому что центр вертолютостроения находится у нас в люберцах в люберцском городском округе и сегодня мы даем развитие и новой техники таким как заводы миля камова все экспериментальные работы научно-практические изыскательские все находится в люберцах завод звезда это есть предприятие которые работают сфере космоса защиты человека в экспериме экстремальных условиях это тоже у нас понятно с развивается пищевая промышленность легкая промышленность строительная индустрия поэтому люберцы сегодня по сочкой зрения промышленности потенциала понятно что где-то мы немножко занимаем не те позиции что она была это где-то раньше но они эти позиции сохранены и это все в развитии и у нас есть чем гордиться естественно хорошо сейчас тогда сделаем небольшую паузу напомню что 400 лет у нас проходит сентябре поговорим еще немножко о развитии округа ну и конечно же впереди у нас 1 сентября день знаний и мы не можем не коснуться и темы выборов так что у нас много на сентябрь выпало дождитесь продолжения напомню что владимир петрович ружицкий который приходит к нам часто отчитывается вместе со своими коллегами депутатами я говорил много раз что практически все здесь побывали ваши коллеги так что мы что называется держим руку на пульсе дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пименко у нас гостях председатель совета депутатов городского круга люберцы владимир петрович ружицкий как вообще юбилей будет проходить как вы будет участвовать совет депутатов смотрите я вам скажу любой юбилей это же день рождения ну да потому если есть юбилей у человека а человека может быть юбилей 10 лет это юбилей юбилей и 20 и 50 лет юбилей и я иногда захожу поздравляю у нас есть и столетние юбиляры да и таких немного на ней есть и понятно что когда есть юбиляр то есть подготовка там домашнике это хлопоты встреча гостей как-то надо гостей принять и прочее что касается большого города люберцы городского округа люберцы этот это те же хлопоты только если в доме там есть хозяин либо хозяйка занимается скажем готова подготовка то здесь понятно что есть администрация во главе с волкова владимир михайловичами совет депутатов где еще где-то в марте месяца марта апрель была подготовлена целая программа есть организационный комитет штаб организации значит данного мероприятия кстати вот этот штаб возглавляет организационный комитет расторгуев николай который является где-то ну наверное символом да и люберец и и россии и является таким любимым певцом многих значит россиян а для любви не только оберчанин россиян да да потому что ну я с ним лично знаком мы не один раз не встречались замечательный человек замечательные песни такие очень патриотические проникновенные поэтому просто интересный человек и он этот комитет возглавляет поэтому у нас есть целая программа поэтому ставим задачу чтобы именно в день в этот день праздничный день а по сути мы начинаем отмечать первого значит сентября пик этого праздника второе сентября суббота выходной день и мы поставили задачу такую задачу ставит понятные глава владимир михалыч волков мы работаем в плотном таком тандеме поэтому основная площадка будет возле администрации здесь установлена по сути уже установлена сцена значит и рядышком парк центральный где будет целый ряд мероприятий где которые будут направлены на то чтобы людям было весело чтобы людям было комфортно чтобы люди было праздничное строение поэтому начиная от сцены которым смонтирована это наши будут артисты приглашенные и наши будем говорить собственные я хочу двух которые я кстати они больше нравятся чем любые приглашенные особенно когда детишки выступают нас есть и и танцевальные группы есть такие я бы сказать спортивных хореографические группы замечательно выступают и понятно певцы и хореографии нас все есть поэтому это надо смотреть особо как детишки выступают я думаю что любо-дорого и и смотрите получишь огромное удовольствие и они получат удовольствие думаю и близкие родители друзья когда там детишки на сцене вытворяет чудеса значит и что касается парковой зоны то понятно будет торговля это будет для гурманов разнообразная пища включая тут все дальше шашлыки и жертвы так далее а будет выставлен наше промышленное предприятие которое может быть будет посмотреть кое-что приобрести это центральная площадка центральный парк но по всем территории у нас таким жила жилым массивом будет происходить что-то подобное поэтому будем северная сторона это значит парк наташинские пруды где тоже будет из и сцена и и артисты и там все будет организован тоже на таком красивом уровне как и центральный парк где в течение дня будут проходить целый ряд мероприятий чтобы было весело интересно красиво никто не будет обделен до каждого на дачу по каждому поселку краскова там свои площадки будут в малаховке свои малаховское озеро значит от поселка октябрьский там ради стадиона там будет свое значит тамилина парк сказок потому такая программа она будет доведена до наших жителей сегодня кстати я провел значит не сегодня а несколько дней назад я провел совет депутатов где были даны поручения чтобы людям довели информацию где же у нас на каких площадках что будет чтобы сегодня люди многие себя в социальных сетях более того поставлена задача управляющим компаниям сделать как бы такие но вывесить некую такую наглядную информацию чтобы люди видели я что будет происходить чтобы люди смогли кто-то хочет любиться приехал любятся кто-то хочет пешочком дойти с октябрьского или томилина или да кто прожить краскова дошел посмотрел поэтому начало праздника одета в 11 утра а дальше салюты будут где-то в 21 час где-то 21 45 это второго числа уже это второго числа да поэтому я думаю что вот эта программа она такая насыщенная такое уже официальная торжество открытие праздника будет у здания администрации в 13 часов поэтому я думаю что многие получат удовольствие от увиденного потому что на самом деле управление культуры этим вопросом занималась патруль на хорошая такая насыщенная интересная программа хорошее начало нового сезона но сентябрь у нас еще помимо вот этого конкретного торжественного события отмечу когда мы отмечаем 400-летие городского круга люберцы чай и выборный месяц у нас пока и в этом в этом году как готовится к выборам депутаты я понимаю у нас представляют разные партии на тем не менее дело в том что я сторонник одного что выборы и за их задача среди депутатов я себе такую задачу ставлю депутаты ставят с такой задачей работе администрация люберецкого городского округа максимальное количество жителей даже прийти на выборы я даже не говорю за кого голосовать голгал голосовать значит каждый должен определиться сам но исходя из того какие кандидаты представлены и что за каждым кандидатом стоит чем он занимался что он сделал и чем он пришел людям и с какими задачами он идет на выборы но знала задача максимальное количество жителей даже прийти на выборы вот мы ставим перед собой такую задачу я думаю что по крайней мере мы все для этого делаем чтобы наших жителей вовлечь в эту выборную компанию более того это выборная компания она немножечко отличается от других потому что порядка 30 процентов мы ставим задачу мы ставим при собой задачу проголосует мы прогнозируем значит именно дистанционно электронное голосование значит используя через госуслуги поэтому на госуслуга надо зарегистрироваться до 4 сентября а это зарегистрировался получил определенный код тогда ты с 8 по 10 имеешь полное право время до сидят дома на диване у телевизора или гуляем в парке проголосовать за своего кандидата понятно кто не всем могут пользоваться госуслугами не все владеете этим инструментом старшее поколение совсем хотя уже многие этому обучены тогда начать есть избирательный участка и на участок можно прийти с 8 по 10 лично с паспортом прийти проголосовать за своего кандидата который ты доверяешь поэтому я надеюсь что вот задача которыми при собой ставим максимальное количество жителей вовлечь в этот избранный процесс ну и финале нашей сегодняшней встречи потому что вам еще нужно готовиться к ювелею вот все-таки день знаний мы не можем его обойти вот для вас что такое день знаний день знаний само такое словосочетание день знаний говорит о себе само себе говорит потому что учитывая то что человек всю жизнь учится набирается знаний знание никогда не бывает много даже ты учишь что-то забывается то неплохо это все как-то возобновить восстановить или вспомнить то день знаний это это то событие которому мы имеем все отношения а уж 1 сентября когда детишки идут школу поэтому у кого-то дети у кого-то внуки у кого-то близкие родственники и понятно это подготовка поэтому это волнение я скажу волнение а когда ты первоклашку отправлять школу в подписам первоклашка волнуется волнуется его родители учителя волнуется но про учителя не волнуется всегда и все ассо 1 сентября для них всегда 1 сентября как будто все начинается снова заново с нуля до поэтому я вам скажу вот в любитском городском округе в этом году первый класс пойдет по более там 5600 ребятишек 5600 первоклашек это огромная гвардия армия их надо встретить поэтому перед нами стояла задача подготовить школы к учебному году что сегодня сделано значит детишки придут в школу их надо там встречать учителя к этому готовы они как вы сказали тоже волнуются ну а у родителей понятно волнение где-то через клок края особенно первоклашек я думаю что волнуются те кто сегодня идет в одиннадцатый класс выпускной класс приди егэ волнуют сами выпускники но и волнуются родители уже поиск подбор каких-то вузов куда же пойти дальше учиться жизни визу избрать поэтому день знаний это такое некое скажем не некий такой день где приводит в огромную часть нашего населения от мала до велика поэтому и ты так или иначе я бываю часто в школах особенно когда 1 сентября то ты вспоминаешь и себя перси всегда и я помню как я шел первый раз первый раз первый класс это я помню это и думаю что кажется что всех пост помнят паша то это незабываемо и родители там помнят паша не собирает поэтому и думаю что это хороший праздник но отдать что можно сказать нашим ученикам значит учиться учиться и учиться есть такое когда завещание классическое набираться знаний первоклашкам вписаться в этом пространство школы пространство знаний учать удовольствие выпускникам понятно что приложить усилия и надо просто их прикладывать максимум потому что я все говорю когда бывают школу в школах что самый тяжелый труд это научиться учиться кто научился учиться тому даже есть легче поэтому день зданий замечательный праздник поэтому я уже игру про учителей потому что для учителей это всегда как будто первый раз первый класс это волнение потом этот процесс набирает обороты и все воспользуемся вот у нас есть до левая камера все-таки 400 лет нашей программе ваше поздравление короткое для жителей любили я могу сказать дорогие друзья дорогие наши жители люберцы люберцкий край это жемчужина большой россии я не боюсь этого слова жемчужина жемчужина мира потому что нам повезло что рядышком с нами столица нашей родины город москва у нас огромные возможности именно до использоваться их надо использовать поэтому я конечно же каждому люберчану пожелал бы первую часть конечно благополучия здоровья удачи во всем я искренне желаю чтобы жизнь спорилась те кто сегодня в состоянии работать именно такие свои годы где надо работать и я извиняюсь надо зарабатывать надо к этому стремиться потому что исходя из моего маленького опыта слова зарабатывать она как бы на слуху но тот кто владеет профессией тот кто является профессионалом у него всегда как-то и получается на уровне материальная часть если желаю нашему старшему поколению и здоровья и долголетия и сказать спасибо за тот труд который не вложили в развитие нашего дорогого любимого люберецкого края я конечно же нашей молодежи которых мы много говорим если я желаю впитывать все то что есть вокруг впитывать те знания в наших школах наших учителей впитывать знания наших близких и впоследствии продолжать традиции которые заложили наши предки закладываю сегодня нынешнее поколение я конечно же в эти непростые дни а если посмотреть на историю россии история россии никогда не была простой в этом мире бушующим удержаться как государству как стране если не желаю что всем нам чтобы мы были и скажем и сильны и могли бы защитить свою страну родину я искренне желаю чтобы мы устояли и конечно же если не желаю всем нам мира потому что это основное главное поэтому еще раз хочу сказать люберца замечательный край с замечательными традициями замечательными людьми поэтому всем благополучия здоровья удачи и всем нам мира с праздником дорогие люберчане владимир петрович ружицкий председатель сета депутатов городского округа люберцы спасибо вам большое вас также с праздником вас это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания и и и и и и